Похожее место. Вам понятно это? Понятно. Васю захватил, вот как есть, без мурашки, поперся. Васю, ты куда? Сейчас тепло, я бы вернись. Сейчас тепло. Не на что будет, захватывает. Но я приказываю тебе, вернись назад, одеться. Ты тобой ухаживать некому, ты одинокий. Ты даже не знаешь, как сейчас залез. Не слушай, я ему каждый раз одно и то же. Так, Вася, ты слышишь, больше ни разу не выходи, раздевший, пока не будет плюсовая температура. Если еще раз ты это сделаешь, будешь стоять во дворе, а тебя запускать не буду. Один раз проморожу. Ты хорошо понял? Так, вы молились уже, да? Нет. Ну, слава Боже. Так, Игорь, я небольшой разговор продолжу, давечный где-то. Я сейчас задал вопрос ему, но я одному задаю, а я мог бы задать не одному. У меня было нынче по порядку. Игорь был шофером Николая Кручина, Андрей Устинов, Виктор Савченко, Бауар Севастьян, и еще кто? Сергей Кубков. Это, 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 Север. Ну как, был мой. Третьякова не считал, да? Шестой. Ну, шесть человек. Вадим. Я к первому обращаюсь к Игорю. Внимательно послушаю. Я говорю, Игорь, у тебя аварии были какие-то? По твоей вине, не по твоей? Ну, машину свою долбанули, там. Ну, бывает, что без этого, милиция. Ну, главное, что машина повреждена. Он назвал три, цифру три. Я понял? Правильно? Два раза. Не ты виноват, один раз. Ну, меня врезались. Тебя врезались. Два раза. Два раза. Ну, и третья. А одна авария была без столкновения ни с кем. То есть, милиция приехала, и меня сказали, это не авария считается. Ну, ладно. Меня из калибра вывезло. Ты не так уж отец, вот так это. У каждого, я про Вадима, только я знаю, сколько было. Ни одного нету, чтобы не делали аварии. Мы одна жизнь потеряем, а этот сидит рядом. Я тебя попросил считать, сколько памятников? Меня. Володя считал. А, Володя считал. Ты считал. И откуда начали считать мы? От Павловска? Или от Павловска? От Павловска. Да подстекли 26 гробов. 26 памятников, не гробов. А на одном памятнике бывает 3 и больше фотографии. Фотографии это не соседи, а те, которые в кабине сидели. И вот я говорю, а во всей стране, от Москвы до Дальнего Востока, да за все эти годы, а некоторые памятники мешают траву, косить их, просто сметают, выбрасывают. Это ни два, ни три человека. Я статистику прочитал и не поверил, как будто идет в стране война. И ни с одним дядей Игнатий не сидел. Здесь 50 тысяч километров, разные люди с разным характером, ни одного аварии нет. Все вернулись неповрежденные. Вот полная задача, я в каждом городе, незваный, нежданный. И вовремя, главное. Прихожу, я должен найти ее, когда это днерабочий день на дому, и она меня первый раз видит, кто такой-то, я должен ее сделать другом. Поверить, что это литература нужная, это библиотекарь говорит, дальше с людьми встречаюсь, минимум 240 выступлений. Это их не касается ни копейки, единственное, что вот снять только можно было. И после этого сажусь рядом. В 2 часа начинаем поездку, срываемся с места, в 2 часа ночи. Вот, который сзади Вадим ложится спать, расстилают, там, говорится, простыни, все как. Я сажусь рядом, ни о каком сне, дремании, ни о трещи. Я разговариваю его, чтобы он не заснул. Наконец, ну, уже близко к рассвету, я говорю, ну как у тебя, спать не охота нет. Тогда я начинаю сидеть, а я легко засыпаю, мне надо силы набрать. 4 часа мы спали все. Садится Вадим, я тоже рядом с ним сижу, я не ухожу, я смотрю, как он ведет. Вот почему, у тех, которые погибли, рядом дяди Игнатия не было. Я вам уже расскажу это. Вам сегодня надо Бога, ты не можешь, благодарить. Перед тем, как выехать, я договорился. Абсолютный диктат устанавливаю и я. Относительно поездки. Нельзя остановиться, нельзя. Иногда, я говорю, вот этого человека спросите, женщина прямо идет на встречу, пожилая, она, наверное, знает. Ну, здесь нельзя остановиться. Ах, нельзя, ну, я виноват. Я не знаю, я не заставляю. У вас нельзя, я не вижу знаки-то. То есть я не гляжу, я бы их увидел. Ну, где можно, там останавливаться. Но когда можно и вы не останавливаетесь, почему? Мы въехали в село. Почему, не спрашивайте? Они молчат. Вот если у нас было 240 остановок, минимум половина были зряшные. Едут, да она у центра, а бывает библиотека не в центре. Вот подъезжают. Не спрашивают. Я опять, ну, остановитесь, спросите где, не надо. Видят, что уже проехали. Останавливают. Видите, это разворачиваете назад, ребята, вы в том конце. Теперь надо, а разворачиваться не умеют. Вот Вадим хорошо. Теперь они ползают, ползают. Зачем нам это дергание, когда мы ехали мимо этой библиотеки? Она рядом стояла. Тебе один раз надеют эти нервы так вот попадать, и ты скажешь, это много. А у меня 240 за три месяца сконцентрировано. Так вы сами себе нервы там мутаете. Я ничего не могу сделать. Ребята съехали в село. Навигатор никакой не работает. Ну спросите рядом. Вот милиционер стоит. Я выйду, спрошу. Не надо. То есть они как договор какой-то. Я понимаю, без Божьей воли они бы не делали. Это для меня полезно. Я целую Божью руку. Моим-то разве это полезно? Это кошмары-то просто. У меня задача какая? Прямо выехать, все сделать, что мы хотели, срываемся и уходим. У нас и нам приходилось так, скучные города, по пять, даже по шесть городов в один день проезжали. Ну большие городского типа села, там районное центро. За вами это ничего никак не числилось. Вы этого не знаете. Не вы же с ней восстановите контакт. Я в таком настроении теперь сажусь рядом. Теперь. Ну спросите, вот остановили. Откроет дверку, а человек за дверкой. И спрашивает. Звук-то не долетает женщина чего? Ну вы голову хотя бы сунете. Да какой идиотизм-то? Это не один и два раза. Ну открой дверку, да ты же спрашиваешь ее. Ты в ней нуждаешься, в этой женщине-то. Спроси где? Сидит на сети. Ну вывернись, спроси. Было, нет? Игнат Тихонович, скажите, а почему такое отношение? Это не отношение, это люди такие. Это не ко мне. А может быть это вы такой? Просто и все. У меня не было, если еще будет. Ну как не было? Ну давайте следующее. Давайте вот это вот. Почему никто не ведет занятия, эти, собрания? Почему? Ну почему? Почему? Под конкретно. Ну потому что вы все равно будете лидировать. Вы все равно скажете, все это славоблудие, что-то тут, зачем? Так, по порядку. Допустим, происходят у нас занятия. Так. Вы на тех занятиях что сказали? Как вы сказали? Побольше давайте Слово Божие читайте. Да мы дома почитаем Слово Божие. Здесь мы разговоры разговариваем уже другие немножко. А вы опять так, давайте опять Слово Божие, давайте читайте побольше Слово Божие, поменьше тут рассуждайте. Но когда вы рассуждаете, вы можете рассуждать часами. Больше никто... Игнатьевич, подождите. Игорь. Ну спросите по порядку, начинайте с Игоря. Начинайте с Игоря, утрирую я или не утрирую? Так, подождите. Вы кто не смеетесь над мной? Ну вы же, скажите, сколько вы выставили в интернет всяких роликов? Вы же там говорите, не я. Ну да, говорите. Ну если... Да? Так вы скажете, что я славоблуд и неправильно говорю и еще что-нибудь. Зачем ты эти слова повторяешь, когда они не были сказаны? Я... Как не были сказаны? Не был, ну иди где-то. Как не было сказано, когда вы занятие закончили. Я говорю, этого не было. Вы читаете Слово Божие побольше, а то вы тут что, болтаете? И мама говорит. И мама мне говорит, правильно вам, Игнать Игнатьевич сказал, болтаете, о чем попало. А сама так ничего и не поняла. И ей так ничего до нее не дошло. Сейчас, подожди. Да, мамы-то, о крещении. Ну ты сейчас этому... Сейчас этому... Какая концовка тобой? Для чего ты сказал все это? Я... Я говорю вам о том, что происходит в дальнейшем. Вот вы говорите так. Мы подъехали в библиотеку. Никому ничего не надо. Я вот вышел, начал говорить с библиотекой. Ну давайте другой поговорим. Да не нашли, я не об этом говорю. Ну раз не нашли. Книги-то ваши. Книги... И поэтому вам-то и надо говорить правильно. Игорь, как найти библиотеку? Я об этом-то корешу веду. Нет, мы уже с вами договорились. Подъехали, сразу населенный пункт и остановились. Не останавливаться. Ну как не останавливаться? Ну хорошо. Я тебе говорю, не останавливаться? Как надо? Ну еще дальше будем. Дораться будем. Конкретно вот... 240 сел и не останавливаться ни в одном. Ну как? Ну я не верю, что... Тебе не надо. Ты что, не останавливался? Тебе не надо верить. Я их останавливаю. Ребята, ну вот простите. Города большие, Игнать Игорь Ильич, бывание. Города, например, Челябинск. Ну мы заехали, мы же не знаем, где какая-то. Там вот если останавливаться перед каждым встречным, каждый человек начинает мотать руками. Не-не-не, только не перед встречным. Надо конкретно, где полиция, есть только там. Ну зачем? Ну ДНР, останавливались у полиции. Я увлекаю полиции. Останавливались у милиции. Вот ДПС остановились, Игнать Ильич. ДПСник начал объяснять мне по карте. Игнать Ильич в этот момент ушел и договорился с таксистом. Пока он не объясняет... Ну это лучше, наверное, было повторено. Не, подождите, так вы сами тут виноваты, Игнать Ильич? Не, подождите, но он конкретно... Спокойно. Он конкретный пример, Игнать Ильич. Вы теперь давайте себя загнобьте. Почему вы никуда не скажете, виноват, брат, простись в следующий раз не будет? Зачем ты сейчас это размахиваешь руками-то? Нет, подождите. Ну ты сейчас, что ты рвешь себя на счастье? Я тебя прошу раз это объясню. А я неравнодушный, как вы. Я неравнодушный, я неравнодушный, все. Психовать-то не надо. Психовать не надо, сиди спокойно. Ну а почему вы-то когда руками-то обмашите, это не психоз? Я тебя объясню, ты ничего не слышишь. Да я ничего не психую. Сейчас остановись, выслушай. Повторю, тебя может не было в тот день. Чего ты как фронтовик, пять лет по копу гнил. Такой нервный. Он подходит, мы не можем найти дорогу. Он только не говорит, что до этого было. Это город Улан-Удэр. У меня везде просьба, какой дорогой вы заехали, такой дорогой вы езжайте. А они поехали в другую дорогу и запороли совсем другую степь. Он говорит, 50 километров там валили в другую степь. Он все это скрывает. Наконец встали. Я говорю, ни одной фуры нету, дорога совсем не трасса. Наконец вернулись назад в город. И не можем выехать на трассу. Он ничего этого не говорит. А ты с половины хватаешь и теперь вытаскиваешь. Там жабры все разорваны у него уже. Да, он подошел. Но этот милиционер, который там, полиция, он начинает ему объяснять. Я первое слово, я правда здесь не очень, но я покажу сейчас как. Он оказывается, никакой он не водитель. Я говорю, не знаю, но я сейчас покажу. Посмотрю, давай смотреть это. А я в это время думаю, подойду к таксисту. Таксист подошел к таксисту, ну, газелька. Он говорит, а за мной сейчас, держитесь. Я вас выберу, я как раз на эту трассу. Этому он по карте показывает, не знаю, чего ты там не знаешь. Я тогда кричу, Игорь, беги скорее на машину и скорее поехали. За нами идет. Вот как дело там стоит. Он это все скрывает. Я еще делаю неправильно. Я делаю скоро и правильно. И он не идет. Я тому к шоферу бегу. Ну, подождите минутку. Ну, у него сидят пассажиры, кого ждать. Я снова, Игорь, беги. А тот еще только показывает первый поворот по карте. Он не записывает. Это пустой дым, что-то говорит. Он не запомнит ничего. Там 10 поворотов. Все, машина ушла, козель. Вот и есть рассказ. А тебе не о чем здесь заботиться даже. Дело-то не так выглядит, как они говорят. Они даже объяснить не могут. Что перед этим было? Он все скрыл. Что они вот усет запороли. Ехали другой дорогой. Я вижу, не то я говорю. Мы договорились с той выезжать. Почему вы другой дорогой едете? Они с Вадима как будто схлестнулись. Там не заправили. Когда заправки подъехали, спрашивают. Едут не в ту сторону. Какой-то мужик сидит около колонки. Его начали спрашивать. Да кто он такой мужик-то? В ложную сетку направил. 50 километров молоке. Мы там прыгаем. Вот так вот. Ну не туда едем. Но остановитесь. Вот спросите. Машины мимо едут. Наконец встали. Спросили. Только назад ехали. Там дорога тупиком оканчивается. Я говорю, никуда не поедем. Стойте. Идите молитесь. Я ушел в другую сторону. Ушел там на колени. Мои слезы там. Он это все скрывает. Их там заслуги копейки нет. Только вредительство было. Но мы приехали домой самое главное. Аварии не было. Машина целая. Вот это возьмем. Хочу задать вопрос. Вот баптисты ездят на благовестие. У них вот так же все. Вот такие эмоции. А как ты узнаешь? Не, ну как узнаешь? Никак не узнаешь. Подождите. Узнать можно. Не узнаешь. Смотрите, сколько вы обвиняете нас во вредительстве. Мы братья, во-первых. Подождите, не перебивайте. Братья во Христе. Причащаемся вместе. Мы поехали. Я сразу дохожу до конца. Не отлученный. Дохожу до конца. Мы братья, желающие вам помочь в благовестии, потому что видим ваш талант. Наш талант в другом. Мы хотим помочь в благовестии. Колеса. Они сами не поедут. Вы без колес не доедете ни докуда и не раздали бы книг. Нужны братья, которые поведут. Но ногами благовестника являлись, по сути дела, братья, которые ехали. И без братьев вы бы не доехали. Поэтому мы не вредители. Мы не вредители. И я думаю, что у баптистов вот таких буч нету, как их у нас. Это первое. Это первое. Потому что я разговаривал с баптистами. Мы работаем с одним баптистом, конкретным, хороший парень. И он говорит, сейчас, когда мы с тобой шпаклюем или делаем какую-то работу, вот в это время наши баптисты где-то едут, там, куда-то на север едут. Я говорю, неужели у вас такой плотный график благовестия? Да, у нас постоянно благовестуют. Мы сейчас с тобой работаем, а кто-то едет. И я не слышал от него, чтобы у них вот такие были скандалы. Это первое. Второе. Мы не враги. Не враги, потому что не было заговора. Вот напоминает сталинизм. Ему Сталин уговорят, он убивал полководцев своих. Ты по делу уговорил, кто попал. Подожди, по делу. Инженеров убивал своих. Они работу свою выполняют. Работу свою инженера выполняют, полководцы выполняют свою работу. Но их убивают, потому что их считают врагами. Кто ехал всю эту дорогу? Мы ехали. Мы не враги. Мы хотели сделать добро. Мы хотели... Вот третий раз повторяешь. У нас не было знаний и опыта того, который бы удовлетворил, допустим, вас. Даже в Улан-Удэ. Я не скрываю никаких фактов. Мы поехали, потому что город расположен так, как муравейник. Несколько улиц, и мы думали, выйдем в одно. Мы по инструкции смотрели, по навигатору обратились к человеку, который непосредственно там местный житель. Он все это объяснил нам подробно. И мы поехали. Но мы заподозрили, что мы едем не туда. Но мы-то не виноваты, что мы не знаем, куда ехать. Навигатор нас ведет куда-то, и мы едем. Мужик нам сказал ехать туда же, куда и навигатор ведет. Карты у нас нету. И мы едем. Но... И мы поняли, что дорога-то пустынная. И в этот момент мы говорим, да, надо притормозить. И вы нас обвиняете, что мы вас куда-то завели, как будто специально с Вадимом сидели и думали, как бы вас куда-то завести. Да нет, мы этого не думали. Я думал, что мы окружным путем выйдем. Потому что города-миллионники, понимаете, вот из рубцов... Почему вы так радуетесь тому, что... Не знаю, подожди. Игорь, остановись. Почему это радость ваша непонятная? Он мне там говорит совсем. Да, вы там говорите. Мы ничего вам сказать, можешь остановиться. Ну я там могу. Пять минут. Во чем братьев-то нельзя пожалеть? Что вы долбите и долбите все? Игорь, пять минут молчания. Пять минут молчания. Тогда можно идти домой уже. Чего? Пять минут. Полтора часа помолчим до следующего воскресенья. Неужели вы не видите, что нашла коса на камень? Неужели непонятно? Я вам говорю, молитесь и на Тимис. Игорь, я прошел ради Христа. Пять минут молчания. Кто хоть эта сила-то раздирает-то? Помолчи. Ну, наконец, конечно, нечистая сила. Какая еще у меня может раздирать? Ну, пять минут сам себя зачем обречаешь? Игорь, не уходи. Я прошу ради Христа. Пять минут. Пять минут это не убийственно. Ну, вы тут сколько уже это все обсуждаем, Игнать Тихонович? Ради Христа. Ну, что вам играют в эти игры? Зачем вы играете в эти игры, Игнать Тихонович? Молчи. Закроем эту тему. Давай, пока. Вот не по-вашему и все. Сейчас вы все сказали. Да, Игнать Тихонович, да, конечно, так и правильно. Все нормально. Но почему вы никого не выслушиваете? А вам говорят, что так надо. Ты сам это говоришь или нет? Опомнись. Пять минут не можешь остановиться. Ради Христа совесть не обречает тебя. Что я такого говорю? Что я такого говорю? Скажите. Ты не можешь тормозить. Ну, что я сказал-то? Вы мне скажите. Слушай, он не покорен духу. Ты не можешь обузнать его сейчас. Ты что, не понимаешь это? Тебя все показывают. Пять минут всего. И ты не можешь его разрывать буквально. Вот это и обречает тебя, что ты не сам говоришь. Ты же не такой. Ну, когда вы говорите, Игнать Тихонович, просто никто вам не может сказать пять минут помолчи. Вы, конечно, любого можете заткнуть. Пять минут помолчи, минуту помолчи, час помолчи. Вы там скажете, у вас авторитет. Вы, как говорится, здесь и хозяин, и вы собрали эту общину. А от меня там винить в том, что я бесноватый, и вам пять секунд. Почему вы это раньше не сделали, мне интересно, а только сейчас? Ради Христа, Игорь. Да я вообще ничего вам не сказал. Я ничего не говорил. Я говорю, помолчание. И написано, я говорю, ты сейчас там молчание, даже в откровении написано. Страшного. Ну, что, трудно помолчать-то? Я не понимаю никак. Так, Игорь, когда у людей мирских существует молчание? В каких случаях? Ну, обычно минута молчания. Когда? Минута молчания обычно бывает. В каком случае? Когда поминают покойника. Когда поминают покойника? Нет, сколь, не обязательно покойника. Так, еще когда? Ну, скажи, Николай. Ну, я не знаю других случаев. А перед дальней дорогой присядем и помолчаем? Я только хотела сказать. Да. У нас в доме, когда кто-то уходит, и на несколько дней бывает, что это, мы присаживаемся для того, чтобы немножко помолчать, подумать о нашем. Может, у кого-то попросить прощения, потому что мы не знаем, вернемся мы или не вернемся. Встретимся мы еще в семье или не встретимся. Так у нас было с детства. Понимаешь, когда погнался Лаван за Якова, и он был прав по-своему, но ему ночью явился Господь и сказал, не говори ни хорошего, ни плохого. А одна просьба к тебе, Лаван. Зачем Бог ему это сказал? Ты Библию считаешь, поясни, пожалуйста. Это разбор священного писания. Что это за просьба была? Бог упрашивает человека не говорить. То есть, помолчать. Почему? Что долго думаешь? Не задумывался никогда над этим? Не задумывался, не помню. Плохо, что не задумывался. А я в первый же раз задумывался, когда он сошел. Говори, Владимир, почему? Нет, я хотел с собой привести пример. Давай. Ну, возьми, брат. Сама. У меня, когда был раздор с братом Игорем Дубуновым на работе, у нас произошло из-за того, что я очень невнимательный и в отделке я никакой. И постоянно Игорь меня насчет этого обличал. Мне это, конечно, внутренне не нравилось. Научиться у меня желания не было. Отделочнику. Это не по мне, потому что работаю. И вот я убежал оттуда. С Игнатьевичем пришел. Игнатьевич мне говорит, иди примерить с братом, работайте дальше. Я отказался. Я пошел по городу и целый день по городу ходил, ходил, кругами, все время молился, думал, думал. Думал, как из этой ситуации выйти. Понимать-то я понимал, что я не прав. Это моя гордость, как говорится, меня побудила сатана здесь, искусил. Вот пришел на занятия в 6 часов вечера. Я не помню, когда это был вторник или пятница, когда у нас занятия вели в политехническом университете. Вот я пришел и сидел все 2 часа, конспектируя из Нового Завета с толкованием. Все время думал, размышлял, молился. И услышал, какой разговор. Игорь Дубинов попытался ко мне подойти, чтобы опять продолжить. Почему же я ушел-то, чтобы вроде как со мной до конца разобраться. Не то, что там что-то вы, а вообще. Я услышал, что Игнатьевич говорит, тихо, стойки, несусь к нему. Не слово несусь, а что не подходи к нему. Чтобы в этот момент определенный ко мне нельзя было подходить. И все, Игорь отступился. И вот все 2 часа я просидел, проконспектировал. Я понял, что в этот момент Игнатьевич что-то почувствовал, что Господь ему открыл. И он не дал ему подойти ко мне. Какие последствия, я не знаю, что было бы. Если было бы не так, как здесь было. Вот один из примеров. Мы находимся в Большом Улуе. Это большое село. Ну, выезжаем. Я прошу, ребята, за рулем Витя, Сашенька. Я был за рулем в Большом Улуе. А, наверное, ты был? Да. Это Красноярский край. Красноярский край, Большой Улу. Где вас туда направляли священником. На кладбище, где гуляли мы. Да, это я был. Это ты. Я всегда прошу, выезжайте той же дорогой, в которой заехали. У меня одна просьба. Почему? Ну, нить Ариадная какая там. Когда идешь по этой нити, то одежда будет, видите, из этих лабиринтов. У меня, ну, простая схема. Я не пытаюсь что-то изобретать. А вот там есть еще один заезд, он начинает. А если ты, значит, с тобой вешаешь, там второй заезд. Ребята, мы не знаем первый, второй. Где мы были? Потому что не надо заехать. На село большое, с одного конца заехали. Ну, я прошу, сделайте так. Не подчиняются. Но мы договорились, когда выезжали, полное подчинение. Вы первый пункт нарушили, а дальше сатана нас колотил, как хотел. Но до меня он так и не мог, сатана, достучаться. Я стоял на своем. Я даже уступал, когда видела, что он полностью вас опрокинул, и уже топчется на вас. Разворачивается. Выезжаем, когда ездили библиотекаря, искали библиотекаря. И там мимо кладбище. Кладбище хорошее, большое, богатое кладбище. А там выезжаем администрация, рядом библиотекам. Но обратно выехали. Поехали другой дорогой. Ребята, дорога-то не та. Не та. Ну, не та. На колесе, я говорю, совсем не были. Выезжают с другой стороны, кругом выехали к кладбищу. Так это же тоже самое кладбище. Развернули назад. Опять поехали. Опять едут, и опять тоже к кладбищу. Ну, ясно, что мы как в темноте, в снегу. Люди идут, один шаг идут, кругами идет топчется. Так было. И я понял, ничего не сделать. Раз по войну не делает, то сатана вас по кругу и гоняет. Я сказал, машину останавливайте. Сережа, помнишь? Пошли на кладбище молиться. И все, машину заглушили. Слезли, открыли двери, где надо. Пошли, кладбище богатое. Походили, погуляли. Сколько? Ну, часа два походим, погуляем. Ну, поменьше были. Помолились. У тебя тактики нет, обращения нет. Не надо ничего добавлять. Мы теряем время, но мы возвращаем наше состояние. А у них бывает и не бывает. Не знаем, бывает. У плененных, демонам вообще ничего не бывает. У них живут нормальной жизнью. Вот люди, которые не верят, или где жена командует в доме, там полный порядок. Никогда споров нет. Почему? Сатана добился своего. Он там уже не правит. Там уже люди без него делают. Тут причина-то другая. Помолились, сели. Первого человека спросили, показали дорогу, выехали. Вы это ни во что спихнули. Но это не один случай. Таких случаев-то сколько было? И здесь теперь, когда вы... Вот мы первого встретили... Это я настаивал. Встретили. Ну, остановитесь. Спросите, какие машины идут. Вот у шоферов. Вот догоняет нас. Ну, остановитесь. Вышли на... Я тогда выскочил, уже начинаю останавливать. Шофер начал объяснять. Она дорога идет, она кончается ничем. Я тогда сказал, ребята, все, заехали. Пойдемте мы направо, дядя и налево с собакой ушел молиться. Сколько? Часа два постоим. У меня лекарство очень простое. На колени. Так было. Вы ушли с Вадимом направо. Там не два часа. Мы сидели. Я ушел налево. Ну, разошлись. Вы торопились, и при этом мы потратили лишние полчаса, хотя могли вернуться. За что потратили? Ну, мы ходили. Ну, мало что вы ходили, а я молился, а вы ходили, потратили. А не потратил. Мне не хватило еще времени. Я в трех местах находил закоулки, и там преклонял колено и молился. А вы ходили, бродили. Потому что вы одинаковые. Два брата-акробата. Для меня это урок. Я у Бога научаюсь. А вы даже друг от друга не научаетесь, ищите соратников себе. Я никогда в жизни не искал этих соратников. Если не от Бога, мы друг друга любим. Если не от Бога, его изъяснения в любви имя ничего не дадут. Там, правильно, другой балл. Вот как было. Я к чему тебе это сказал? Только к одному, что без меня вы все ездили. И без меня у вас у всех были аварии. Я беру на 50 тысяч километров расстояние. В этом промежутке, ты больше-то не наездил, может быть, до этого времени-то, у тебя были аварии, а тут нет. И шофера, видя, первый раз за рулем, первый раз, и тоже аварии нет. И сделал ни одну поездку. Вы с этого зайдите. Я не оспариваю ваше мастерство, умение. Но здесь речь о другом идет. Что без всякого мастерства понятно, что надо спрашивать людей. Как только заезжаем, ребята, давайте спрашивать. Поддержайте, где ревни, правое стекло опускайте. Не через закрытое стекло спрашивать-то. Я этому вас учил. Ты же не знал, когда же это делать-то. Женщины десятки раз спрашивают. Я говорю, ну открой дверь, я выхожу, я не слышу. Вы надо мной стали смеяться. Почему? Я говорю, полиция, остановитесь, я спрашиваю. А она, нет, говорит, вон ваша полиция стоит, это моя. Полиция, это люди знающие. И они сразу нам показывали. Я говорю, вы спрашиваете до библиотеки. А не спрашивают, когда уже проехали. И таких случаев были десятки. При всех вас. При всех. И при Николае было. Вы, по-моему, не делали, вы горели и горели. И ничего не понимали. Нам нужно точно выйти к пункту назначения, а дальше я уже делаю. Там, ваше дело принести, отнести. Без вас, без рук, как ты сказал, без ног. Я сидел среди вас только, сидел. Но, это главное, что вы довезли. Где не было послушания, вы все это списываете, у вас памяти нет или чего-то. Вы как будто никогда не было. Я говорю, ты заплати сначала за эти 100 километров. Зря сраженного бензина. Ты знаешь, я тебя наказывал за это. И с Вадимом так же был. Вам дерзить-то не надо было. Вы сами знаете, какой у нас был порядок. Если бы ехали с другим, у баптистов этого не было порядка. А какой порядок? Очень простой. Мы встали. Один шофер ложится. Я говорю, не ложись. Пока не совершим утреннее правило. Так или нет? Утреннее молительное правило. Где ты вон блуждаешь-то? Мы едем. Значит, шофер... Вы про баптистов говорите или про нас? Я сравниваю это с баптистами. У баптистов этого не было ни у одного. Они этого не знают даже. Большая разница. У нас все было в молительном состоянии. У нас не было ни одного села, выезжая из которого, мы бы не молились 7 минут. Так было, нет? Это было у нас, да? Это было. У них ни разу не было. Давай, я доведу итог. И ты увидишь, какой там дух был. А у них было, они хорошо вместе. Ну что, сурлитиков не будет хорошо вместе? Это не так, они новости, кто образовали в этот же день, отошли. Речь идет о баптистах, которые идут на север. Я бы их не говорил, если бы ты их не подсуседил. Я делаю сравнение. Я начинаю утром. Сижу рядом с шофером. Тому не ложись. Вадим, не спишь? Не сплю. Он бы уже спал. Я начинаю. Все утре я правила. Псалмы. Всем святым. На поклоны не можем. Тогда вычитай. Я вычитываю до конца каждый день. Так или нет? Я приспособил вас на ходу читать псалты. И считают по одной славе, передают, другой читают. На ходу читают Библию. Я спрашиваю баптистов. Вы читали? Я с миссионером много, которые миссионерствуют. Даже не знают этого. А что, мы едем и едем. Нынче потеряю, по ней заезжали. Я спрашиваю, они даже не слышали. Я разговариваю с людьми, которые сидели в тюрьме. Несколько раз дольше мне, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахманникова. Я рассказываю, как я был в тюрьме. Они говорят, об этом даже не слышали. Чтобы открывали камеру, и охранники с двух этажей толпились здесь и слушали. Каждый день двухчасовая программа у меня была, как по радио. Мне есть что сказать. Но если бы я не нужен был, они не слушали. Один говорит, я шестой раз сижу, но такого не видел. Майор. Он как огня боится заключенных. А тут приходит, вешает свой китель в камере. И садится рядом со мной и беседует. На божественную тему. Вызывает начальник тюрьмы, расспрашивает о воскресенье из мертвых и прочее. Я разговаривал с узниками, которые половину срока провели в ШИЗО, как Саша Огородников. Который, вернувшись, получил какой-то знак или медаль от Маргарет Тетчер. Меня она знать не знала. У меня ничего нет. Я просил об одном, дух молитвы. И я с этим прошел. А баптисты меня спрашивали, а что это такое? Они даже понятия не имеют. А у них было, а было или не было, у них вот так не было. Не было. По-мирски это люди очень дружные. Они вместе будут вытаскивать машину. И где баптисты проехали, нам бы никогда не проехать. А они едут около выступа. А в это время течет там река, ну небольшой рычаг. И он замерзает, замерзает. И дорогу всю у них перехвастает. Им нужно теперь спуститься в воде. Полоком протащить машину. Там опять вытащить и поехать. А потом показывает, ремонтирует машину. И градусник 53 градуса. У нас только Дебунов знает эти градусы. Мы их в глаза не взяли. И они доехали, мы доехали, не доехали. Ни машина, ничто. Это настоящие труженики. Но у них другой подход ко всему. Они едут с продуктами, приехали, журналы привезли. Дальше раздают, я вижу. Кормят. Там, ну, помощь оказали. У меня ролик сейчас этот есть. У нас другая цель. Другая миссия. И другое отношение сатаны к нам и Бога. Совершенно другое. Как мы ехали? Если можно. У нас, мы с Людмилой Степановной как-то однажды шли и разговаривали о предстоящей вашей поездке. И еще тогда было, ну, как бы не определилась позиция МП, поедут они с нами или не поедут. Мы еще в то время не знали. И когда мы шли, я говорю, Людмила Степановна, они не смогут с Игнать Тихоновичем вместе поехать. Ну, как они, как? А как? Не смогут. Потому что у них нет опыта общения и жизни рядом с этим человеком. Абсолютно нет. Я даже не ожидала, что и у наших братьев не оказалось этого опыта. Это надо иметь полное послушание и подчинение. Оказывается, они этого не знают. Я убедилась в этом по жизни. Вот уже много лет рядом с вами, живя в лагере, я поняла. Я когда, если вот хоть один раз не послушаюсь и сделаю по-своему, не так, как вы сказали, обязательно будет провал, обязательно будет такое, ну, страшное состояние и мое. И я других людей, которые рядом со мной, введу в это же состояние, то есть непослушание. Вот все остальное, этому всему надо учиться. И те герои, на которых учился он, они, ну, далеко не наши. Опыт брал у всех людей, которые могли жить экстремально. Мы этого никогда не знали. И поэтому услышать его, если сам к этому никогда не стремился, очень трудно. И я, например, занимаю позицию Игнатия Тихоновича. Мы даже теперь, вот сейчас, не можем себя сдерживать, свои эмоции внутренние, которые нас вот расталкивают. А это не наши эмоции. Он правильно тоже говорит. Это сверху того, который ниже даже нас эмоции-то наши подвигает. Мы своим умом не опускаемся в наше сердце и не ищем, как в уме своего, в своем Бога. Так вот, я думаю, тогда я не ошиблась, когда вот с Людмилой Степаной шли, я говорила, что... А в то время, а я тогда поняла, что для себя Игнатий Тихонович избрал того героя, как быть в пути, который тогда погиб полковник-то, правитель Сирии. И Каддафи, я говорю, вот, если смогут жить, как вот он сейчас будет себя вести в путешествии, как был Каддафи. Это его сейчас будет авторитет. Он на нем будет строить свою базу, потому что 40 лет правительства этого человека, они оправдали себя. Я говорю, он будет делать так, как делал тот. Если эти МП будут способны на это, значит, они поедут, поживут с ним. А если они не будут к этому готовы, они не смогут там ужиться. Оказалось, даже и наши братья так же. Тут подали им бумагу. Люд, было же такое, мы шли и рассуждали. Бумагу-то подали им как, а то бумагу батюшка подал, но составил ее я, отпечатал я. Я написал, какие правила, когда мы поедем. Я повторю. Первое. Все делаем в молитве. Начинание любое будет в молитве, а оканчивается только молитвой. Дальше. Встаем всегда в 4.40. Они сразу срежутся на этом. Дальше. Совершаем утреннее правило. Чего я сказал здесь такого, что неприемлемо православной душой? Ну, у нас это выполнено. Выполнено 3 месяца, 1 неделя. Мы точно в график в этот входили. Намеченные нами, что было, ровно в 3 раза сделали больше. Вот мой главный, говорит, Павел, говорит, мое доказательство. Это вы во Христе. Больше я ничего не могу сказать. Это выполнили? Да, выполнили. Единственный, кто это понял, кто с нами был, Игорь-то не был, он бы тоже понял это. Он практик. Был Кальмаев Михаил. Он подходил ко мне в день иногда раза 3. Сколько умиления в словах ее было. Как я счастлив, что меня взяли с тобой. Вот что делать и как это близко мне. Какая у вас прессованность во времени. Я гляжу, машину заводят. Вот, ты видишь, от кассы отходит. В это время начинаешь двигаться. Который платил деньги, он заскакивает уже на ходу. Сережа, так было? Я экономил не минуты, а секунды. Почему? Мы не успели ровно на полминуты. А впереди поезд закрыл шлагбаум. И таких шлагбаумов, где мы опаздывали, 5. Родуют уже лень, они то с той стороны, то с той. 5 раз пришлось останавливаться. Но если бы мы там-то успели, мы в ложным путем-то не пошли. А вы знаете, где мы там блуждали? В кусты заехали, там два пьяницы сидят. Но я просил спрашивать, а вы не спросили. Сережа, помнишь? Вот Сергей знает. И они тогда в кусты заехали. Ну какая же это дорога? Да почему назад-то по той дороге? Это в других местах, они всегда другую дорогу берут. Я понимаю, что это не от неопытности. Это дьявол путает. Ну ребята, не туда едем, остановитесь. Никаких, он за рулем, дальше я сейчас скажу. И наконец, кусты и два пьяницы сидят. Никого больше нету. Теперь они остановят. Ну Даша, некуда ехать. Теперь, а куда едем? Говорят, а куда вы приехали? А вам куда надо? Да нам надо на основную федеральную трассу. Да какая тут трасса-то? Ребята, мы с ней в город заехали. Почему обратно не поехали? Я сказал, по той дороге, они делают послушание. Что я должен делать? Я ничего не могу делать-то. Ну я вижу, что они издеваются. Как Игорь начал довредить, что Сталин, а то демагог. Высшие марки. А что нам нужно делать? Послушание, как мы договорились. Мы выезжаем, вы в полном послушании, у меня находитесь. Нельзя останавливаться? Не останавливаться. Я не знал, где остановиться. Спросить кого-то, он говорит, здесь нельзя тормозить. Ну не тормози. Но если я тебя спросил, сколько в баке заправка. Мы потом остановились, помолились, давайте договоримся. Как только полбака, уже не смотрим ни на какие заправки. В любой заправляемся. Потому что любой бензин, это лучше, чем никакого. А нет, так мы разбодяжим, у нас канистра неприкосновенного, хорошего стоит. Они ее высасывали бы на каждой остановке. Они не практики, они ничего не знают, они ничего не испытали. Я любого спрошу, сколько аварий было у тебя, столько? Здесь ни одной аварии не было. Ты что, непонятно, что ли? Чудо. Я буквально как ребятишками тетешкался весь день. На крыльях молитвы. На крыльях молитвы. Погромче. У меня три. Три вопроса. Давай. Только по одному давай, я буду отвечать. Оправдала ли цель, достигнутая, те средства, какими она была достигнута? Так. Это раз. То есть средства, я понимаю так, это материальные и духовные. Не, не, не. Я имею ввиду, материю не беру, дух. Духовно. Стоило. В первую очередь, они бы никогда не знали, кто есть. Все. На меня абсолютно это никак не понятно. То есть я уже находился на таком уровне, где мне ни в чем нельзя было меняться. Если бы я по их стал делать, я просто предатель божьих интересов был. Все. Мне нельзя было отступать никуда. Почему? Я 50 лет напряженно день и ночь работаю. Он ни дня не работал над собой. Ни дня. Меня мяли, меня давили, меня допрашивали, меня выкручивали. Меня 26 лет психиатрия душила. Еще. У меня такой опыт, которого, может, ни у кого сегодня нет. Я последний осколок ГУЛАГа здесь нахожусь. Может быть. Оправдала. Во всех отношениях. И меня еще раз Господь проверил. И я еще раз скажу. Я их всех отблагодарил. Выдал им похвальные грамоты. И каждый день благодарю Бога, что мы вернулись. Я все еще вздрагиваю во сне, где мы ехали. Второй вопрос. Значит, могла ли бы состояться эта поездка, ну, без всяких вот этих вот перипетий? Могла, если бы они над собой работали. Все. Единственная причина. Они над собой никогда не работали, не здесь. Но это выражаются друг над другом. Вот Игорь, допустим, я тогда... Игорь, остановись. Если ты остановись, я не можешь. Я говорю про Третьякова. Не можешь остановись. Это останови машину. Если ты не можешь в речи тормознуть, это тревога. Это большая беда. Человек власти над своим языком. Об этом Иаков говорит. Если владеющий собой лучший завоевателя города. Что ты города штурмуешь, а собой не владеешь? Я могу затормозить на полсловия. И могу молчать день, два недели, месяцами. Ни одного слова, я считаю, все заглухо не моло. Меня Бог переливал сосудом в сосуд. А вы, над вами как будто никто не трудился ни дня. Вот в чем-то дело. Но скажу, что я благодарен Богу. Сколько я благодарю им, хватит до конца жизни. Это если каждый день будут благодарить. Игорь сейчас начал что-то говорить. Игорь, конкретно, сколько раз ты вчера в день становился на молитве? Ты не можешь ответить. Ну я немного это прошу. Сегодня ночью сколько раз ты на молитве вставал? Ни одного слова нет. Да мы не на равных говорим, на разных этажах. У меня меньше семи, десяти раз не бывает в день. Перед Богом. Давыд не боялся это сказать. Я говорю, семихратно в день прославляю тебя. Мне звонят отовсюду. Я каждого побуждаю. Готов? Он говорит, готов. Давно не кануся, сейчас буду. По интернету. Вместе со мной становится на молитве. А заболела у него жена. В роддом повезли. У одного рака болит. Ко мне обращаются не десятки, сотни людей помолиться. И поэтому мне нельзя дремать никак. И пойти у них на поводу, это значит отречься от своей жизни. Отречься. Я не могу. Я его выковывал. Я записывал. У меня дневник ведется почти 50 лет. Я спрашиваю, ребята, вы хоть кто-то дневник ведете? Не один. Вы не можете проследить, кто над вами трудился. Я ежедневно молитву говорю, Господи, воздай милости, живым и отшедшим, кто трудился над моей душой и над ее возрастанием. Они у меня в особом месте молитвы. Кто трудился над моей душой. Вот так, да, третий. И вот теперь третий, последний. То есть вот вы сказали, что аварии не было у вас, вы там прошли 50 тысяч. Я считаю, что у вас авария была. И самое серьезное, это во Владивостоке. Когда вас чуть-чуть не бросили. Это авария духовная. Духовная, не физическая. Ладно, там машина целая, это еще не факт, что она целая и что она благословленная. И против, это не факт. Вот. Так теперь, стоило ли вот это вот как бойня натуральная? И когда можно было без нее обойтись? Нужна ли она была вообще, и нужна ли она будет в дальнейшем этой бойне? Когда можно, ну тихо, ну да, ну пусть на две недели вы подошвы проехали, но не было бы вот этого кровопролития духовного. Понимаешь, вопросы хорошие. Я скажу так, в первую очередь позади и конечный результат. После каждого вот этого несогласия, я твердо приказал остановиться или ключ отберу. И уходим на молитву. Остановка два часа и мы начинаем молиться. Нельзя, это жизнь наша. Это только маленькая частичка нашей жизни из мозаичного панно, что мы ехали куда-то. Это им надо было. И на Игоря я потратил как ни на кого. У него неопределенная обстановка дома с тещей. Она сейчас, как говорили, она считает, что пребывание здесь, ей водиться даже некому. Теперь опять я ходатай, чтобы походатайся, чтобы она была дома. Она считает, жить невозможно. Любовь Николаевна. Опять я третейским судьей выступаю. Со мной очень трудно тягаться здесь. Я сразу на колени. Она такая, Люба, пришла? На колени. Глушков ко мне заезжает, Игорь. Ко мне не заезжай, если не молиться. Только приехал, все, лез в тапку руки, опять на колени. И уезжаешь с другим настроением. Наказ тебе, Галю, пальцем не прикасайся, никогда не спорь. Каждому из этих говорю, у вас споры были будут, но мы закончили молитвы. И все, прости, Христа, ради. Все, поболелись, поехали. Он никогда не говорит, Игорь, что мы, представь себе, вот утром мы встали. Встали вовремя, в темноте, 4.40. Но трогаемся дорогой, будет молитва, потому что сырость, дождь. Я сходил, выгулил собаку. Я же еду с собакой, Сережи-то здесь нету. Ну, рядом ходит Вадим. Игорь, Игорь, а Игорь спит сзади этой машины, о которой товар мешает, мы его выкинули, палатками закрыли. Игорь, ну что ты там? Волчок. Я открываю, что? Сидит. Вот сейчас сидишь, он сон прогоняет. Ну, уже 15 минут прошло. Ну, ступор у него. Он сидит. Ну, представляете, для нас 15 минут, это могут, значит, целый город пропустить. Мы приехали 15 минут седьмого, мы ехали в город 150 километров от трассы, и библиотекарей нет, все пропало. 300 километров зря. Вы понимаете или нет? У меня цель стоит была попасть туда, собрать всех библиотекарей до 10 тысяч человек, выступить перед ними, переломить обстановку на себя, перетянуть всех. А я незнакомый с незнакомой литературой. Вы понимаете? Абсолютно невыносимое было. И 240 побед Бог дал. 240. И три раза в трех местах только отказали, которые заранее сказали, там позвонили, не принимайте, не говорите. Это было. А могло быть по-другому. Знаете, поле битвы сердца людей Достоевских говорит. И дьявол борется, и дьявол с Богом. И вот они здесь как раз пошли. А мог ли другой кто-то на моей месте? Вот это я не отвечу. Здесь нужен был я. А на их месте мог быть любой. И пришли к тому же самому результату. Почему? Потому что у меня шкала взята такая. Мы обязаны быть в Царстве Небесном. На меньшее я не согласен. Мы обязаны быть в Царстве Небесном. Ни на пути, нигде не ложи быть брошенным. Четвертый. Давай. Можно я первый? Да, да. А вот такая ситуация. Вот без вашего участия вот такое бы состоялось? Не состоялось. Здесь я определенно могу... Притом настроение, какие они были, вообще не состоялось бы вообще. Аргументы. Аргументы. В первую очередь, вот у нас заснято на виде, когда снимали, когда Сережа заснул и сознание потерял, и не кто-то, а я встал из заднего сидения, и в это время беда. И я закричал, остановился. Они были бы в кювете. И там стоял памятник. Почему рядом сидящий не увидел, что беда, что человек уже рулем не руководит, что подстречу машину. Он полностью потерял сознание. Кто меня поднял с заднего сидения? Вот вам это ничего не понятно? И вдруг я поднимаюсь, через сидение переваливаюсь, и в это время случается... А в это время Володя все снимал. Читалась Библия. И это все выставлено в ролик. За доли секунды до смерти называется. Что непонятно-то? А там такая крутизна, там десятки раз перевернулись бы. Ничего не было. Было бы по-другому. И поездка эта, и она не состоялась, и никогда не состоится больше. И ни у кого не состоится. Почему? В первую очередь, такой груз составить невозможно. Если эти поехали, они там... Вот к нам баптисты приезжали, один диск, и маленькие две такие книжонки. Ну, баптистские там. Я везу все наследие православной церкви, показанное в сегодняшнем свете. Как это делать? Как поступать? Вот сейчас образовывают отдельные каналы на то, что я выставляю. Или как называют там... Ну да, канал. Отдельные большие такие стенды выставляют с тем, что я выступал. Неповторимая, великая поездка лапки на заголовки. Это не я, не мое. И там оформление, рисунки, все. Это нельзя сделать. Это невозможно сделать. Вот Михаил Кальмаев это понял. Он подойдет и... Как это по сердцу? Понимаете? Вот это вот прессованность времени. И как это у нас все. Я напоминаю пример один. У меня был знакомый. В то время он только пришел в православие, бывший военный следователь КГБ. Потом стал священником. А потом еще не был. И вот он приехал издалека везти детей с Одессы. С Николаевска. Там под этого. И он далеко все-таки. Ребятишек-то везти с Украины-то. На нашу навозную кучу. И он говорит, следующий год мы у себя сделаем за год лагерь. Подготовим и все. Ну хорошо. И у меня вдруг случилось неврядисо в лагере. Одна была кандидат в наук. Бывший партийный работник. А другая старообрядка. Там буквально два считают. И они между собой не заладили. Но это помоложе. А старообрядка уже залезла и не вылазит. Даже у нас. Ну посмотри на Олег Тиму как раз смеется. Она все это видела. А этот, он следователь. У него цепкий ум. И он смотрит. А что ж теперь Игнатий будет делать-то? Это обслуга моя. К вечеру полное примирение. Они вместе работают. Он подошел ко мне и говорит, а у нас лагеря не будет. Я говорю, почему мне бы никогда их не примирить? А это возможно в любой ситуации. Они примирили. Мне Бог дал дух мирен. Несмотря на то, что я говорю. И великий долг перед Богом выполняет быть миротворцем. Где приезжал баптисты разных направлений, мирились в одном доме. Такого не было во всем Советском Союзе. Нигде. И каждый считал, я инициативник. А другие считали, а я зарегистрированных. И вместе обнимались, плакали, целовали друг друга. Один из них вскоре стал священником. И там целый ряд пришел из них. Православие. Это Бог делает. Это нельзя в себе накопить. Это не мое. Вот она шла, разговаривала с Людмилой. Да, она разговаривала. Она говорила и правильно. Я им сказал, вы идете по одному к концу деревни патриархийной. Мы с другой стягиваем к центру. Выступаем. В одно место зовем. Выступаем вы или я первый. 15 минут заканчиваем вместе. Но одинаково зовем все в храм московской патриархии. Только надо было радоваться. Это я записал. Это Максиму дали. Вы зовете в московскую патриархию, в храмы и я. А выступаем там мы по-разному. Вы зовете там что угодно говорить. Пойдут они? Она говорит, я не знаю, пойдут. Я заранее знал. Никогда они не пойдут. Они не то, что не готовы. Они совсем другие. Они не понимают. Но осудить и нашу ту программу они нигде не выставили. Нигде. Почему? А он на другом уровне понял, это единственная программа. Другое мы ничего не можем делать. Но я говорю, вы раздавайте свою литературу, свои журналы, свои Евангелия. Я вас прожать не буду. Вы знаете, у нас был здесь, приезжал Булатов Алексей Владимирович. Председатель Российского библейского общества, Новосибирское. С группой людей. И он говорит, приехали от кого-то православных, и мы говорят, мы хотим миссионерам пойти поучить, и тут нас что-то там за гостиницу заплатить, и Евангелие нам дать. И вот это здорово. Я к баптистам не обращался здесь за такой помощью. Я старался восполнить. Вот кровщук-то был дал. Я книгами рассчитаться постарался. И Николай, невозможно. Просто проехать как баптисты, вот, приехали они, с продуктами накормить, там налетят, это можно. Я не дал ни одной луховисти никому, ни одной конфеты. Но что мы оставили, это на долгие годы. Сейчас я читаю в интернете, выставляют каждая библиотека, какие книги, сколько страниц, наши книги. Все, они прошли проверку, выставлены для чтения. Чувашская, Тамудмуртия, Новосибирск, Красноярск. Красноярск выставил. Мои книги выставил поперечку. В центральной библиотеке, нет? Ну, в центральной библиотеке городской. Краевой. А, в Краевой, я не знаю. Так, Николай, я тебе ответил на все вопросы. Ну, да. Хотела я один только вопрос задать. Но по пути вперед сейчас вот еще скажу. Вот этот же случай, вот как был у них с человеком, который чуть было не уснул или там что с ним случилось. Мы ехали в Потеряевку на День деревни. Валер, вот наша Валер Валентина и ее водитель. А мы сидели сзади. Игнатий Рогов, Игнатий Тихонович и я. Беседовали между собой Рогов и Игнатий Тихонович. Он даже не смотрел на дорогу. Это где-то в середине уже трассы мы, половину пути уже проехали. И вдруг он беседу с Роговым останавливает. Это все прямо вот в мгновение какое-то одно было. И водителю говорит, смотри вперед у тебя машина. Откуда он знал, что там машина? Он сидел, на моих глазах просто было. Я сидела сзади водителя. Я эту еще ситуацию в тот момент не увидела, что мы сейчас бы должны были лоб в лоб столкнуться. А он сидел, разговаривая с Роговым, еще успел ткнуть его в плечо и сказать, что смотри, у тебя впереди машина. И Валентина, Валер, которая, она сразу ему приказала остановиться. И мы несколько минут стояли. Водитель такой был, ну, в таком состоянии страшно. Просто он испугался этого. И Валентина, она испугалась. Маленько постояли и тогда только поехали. Это я просто к слову сказать. А теперь вот я смотрела ролик, встречу вашу с Ольгой Васильевной Шукшиной. И там она раза два или три даже повторила. На следующий сезон, она уже дает там задание, на следующий сезон вам дать площадку. Я не знаю, вы это там слышали или нет. Дома-то вы, конечно, прослушали. Слышал, слышал, я тогда слышал. Там слышали. А теперь вы это учли или нет? Нет, не учел. Надо с ней, это на мой взгляд, что с ней связаться и сообщить, что она вас площадка. Я дал все данные, выходить не буду, даже искать не буду. Я никого не ищу. Я себе дал знать, кому надо. Я молюсь, Господь выведет их на меня. У меня совершенно другой подход. Я никого не зову, не агитирую. Я дал знать, адресат дал. И теперь читайте, идите на форум. Если я вам нужен, зовите меня. За ним будет забронирована та площадка. Сезон может начаться, а площадка-то будет для него там. Так надо... Ну да, ну да. То есть выходите на него, помогайте. У тебя положено, сердце выведите теперь. Тут может так получиться, что она в надежде на то, что вы обещали... Он не обещал. Обещаний там не было. Не обещал. Я сказал, да, можем сотрудничать. Но она... Потому что главное это совести было. А Шукшин говорил о совести. А у меня на совести на первом месте. Тут мы со шесть полностью с ней. У нас не обещали. Я только о том, что она площадка, ему там точно будет. А то он все подготовит, позвонит, а вы уехали. А скажет, а что же вы мне не позвонили? Яна Александровна, это ваше задание. Вот вы вспомнили, теперь доведите до конца, ее на меня выводите. И все, я расскажу. Установись, я сняз. У меня до этого времени... У меня сейчас компьютер пришли, отключили и увезли его на ремонт. Вы-то планируете уезжать на границу, надо ей бы заходить. Так, я хотел задать вопрос, кто знает. Мы ездили до Потеряевки. Я ездил с кем? Желтухиным? Неоднократно с Глушковым? С Барабашом? Ну, кто только там есть. С Мишей Никитином? Со всеми ездил. Почему я ни разу не вмешивался нигде? Кто едет? Почему? Ни разу, нигде, ни с одним. Почему? Почему вопрос не задаете? Если это взять туда-сюда с 300 километров, и таких поездок было, допустим, 10, это было уже 3000 километров. Почему ни разу я к ним не вмешался? Почему? Сережа, как ты думаешь? А вопрос, вопрос серьезный. Если я там вмешивался шаперам, а здесь я ни разу не вмешивался. Ну, конечно, меньшее расстояние, но однако тоже расстояние. Цели поездки разные были. Вот подумайте. Так, вот теперь спроси ее. Потому что здесь взяли ответственность на себя. Да, абсолютно правильно. Здесь я был ответственен за поездку. А здесь я никак совершенно. Я сижу сзади, разговариваю, занимаюсь своим делом, в другой раз пишу или что-то. Ни разу и нигде. В Америке от океана до океана, говорят, проколесил. И ни разу нигде. Это на мне висело все. Я ответственен был перед родителями и перед Богом. А сатана мешал. А самое главное, мы вернулись с полной победой. Вот мое, Павел говорит, оправдание. И его говорит, я далек от мысли признать вас правыми. Далек. Потому что ни в одном пункте они до конца не договаривались. Чем это было вызвано? Вызвано тем, что проехали. И вот, допустим, мы останавливались. Ну, возьмусь в среднем 100 библиотек. Так вот, правильно попали примерно в 10. А с 70 проезжали мимо, а потом не могут развернуться. Елозят, елозят назад. Естественно, я говорю, ну почему бы на 100-200 метров раньше-то не спросили? Я же говорил. Ну, а кто знал? Ну, я же говорил. Тебе что знать? Я говорил, вот этого человека остановите. Мужчина идет. Пожилой. Русский. Он знает где. И когда останавливались, почти 100% показывали правильно, где находятся. Они лукавые. Я говорил, навигатор в стадии разработки. Он ей все показывает. Нет, все. Все не доказано еще. Представьте, вот мы едем, ну, федеральная трасса. Барнаул-Бийск. Что доказывать? Вдруг отворачивает в сторону. Я сразу говорю, не туда едем. Влево свернули. Завернем Витя. Ставченко. Ну, рядом Сережа. Помнишь? Завернули, едут, едут дома какие-то. Дорога узкая. Ну, ребята, ну не трасса это. Там трассы за движением. Нет. Ну, остановитесь. На третий раз остановились. Мужики строят. Пошли в ограду. Они говорят, так, мужики, это надо назад. Мы трассу проехали. Да мы не проехали, мы с ней съехали. Я говорю, заплати за этот бензин. Время тебе не вернуть. Что я не так сказал? Мы поехали не кататься. У нас определенная цель. Зачем ты с трассы свернул, когда указатель стоял? А навигатор показал. Ты как Брежнев. Ну, что, вы сразу подготовиться, что ли, не могли? Не могли. Ну, вы тоже умный, умный. Ну, взяли бы все карты, выставили, сказали Севастьяну или кому-нибудь через интернет. Там у этих городов было 10 штук всего. Я объясняю, карты на руках. Карты на руках подробные, самые новейшие купленные. Но вот эти отростки не указаны. Такую купил Севастьян книгу. Самые новейшие карты, золото. А Витя-то... Купили большую, и Севастьян достал вот такую вот карту. Весторинский союз, у нас снимки есть. Дальше я взял старинные, у нас в море карты было. Сережа. Ну и что, и никак по ним нельзя было доехать. Можно было, но они на своем настаивали. Игорь, ну, представь, в Барнаул-Писк и с трассы угнать влево, ну, нормально? Да там на каждом стоится. В Барнаул-Писк и с трассы, вот, стол. Я еду влево, свернул, я остановить не могу. Еду туда 10 километров в сторону. Мне что должен делать-то, ну, скажи. И они про это молчат. А на нем Витя-Савченко. Витя-Савченко вообще про себя говорит, что он начальный только начал. Ну, понятно, но я-то говорю, я-то рядом сижу. Там на каждом десятки километров до Биска столько-то. Но он же все-таки остановился почему-то. Ну, потому что он в деревне, заехали в деревню, дальше не куда. А там строят, ты пошел, мужика спрашивают. Почему ты остановился? Да, остановился. Потому что дорога кончилась, пошла трактовая, пошла грунтовая. Подезд кончилась, и пошли коровьи следы. Теперь побежали пастуха, спрашивают в поле пастуха. Ну, нельзя же теперь Витю-Савченко обвинить в бесноватости, ну. У вас что сразу нет, что бесновато? Я тебе... Противление всегда зависит от внешнего... Нет, ну он прям сильно так вам сопротивлялся, вот в этот самый военный. В этот момент так и сопротивлялся и ехал. Витя-Савченко? Да, Витя-Савченко. Ну, проявил непосредственно. Витя-Савченко несколько раз едва машину не задавил. А можно такое? Тебя показать как... Вот, стой, я покажу, смотри. Вот мы снижаем, Сережа знает. Я пошел, ты искать далеко там остановку. Вот, я говорю, я ищу место остановки. Я говорю, останавливаюсь, я вас здесь заворачиваю, рядом трасса, нас не видно, рядом дорога, мы никому не мешаем, чужую землю не заняли. Ребята, будьте осторожны. На покосы не заезжайте. Кому дали покос, а ты на него встанешь, он придет, тебя долбанет. Так и получилось. Да тут вот какая-то траншейка. Я вижу, не слушаясь, я тогда говорю, ищите. И пошел, дорогой мой Сергей Павлович. И пошел, и пошел, едва уже видно. А все, склон, склон. Куда он идет? Зачем идет? Тут же, ну тут же покосы. Наконец возвращать, я туда не пойду. Я ночью под деревом, потому что тут смерть. Тогда вернулся Сергей, сел, ну ладно, где вы хотели? Это трата времени, трата машины. Все, вернулись назад. Заезжаем. И вот между, вот здесь надо заезжать. Я говорю, видите, вот смотри, полтора метра до березы. А там полметра. Он эти полтора делает на два метра и давит на березу. Ну как это? Когда спятят, уже не больше пяти метров. Здесь два метра, а там ни одного метра. И на 20 сантиметров машина давит в деревцу, ну небольшой. Я отодвигаю. Второй раз он отъехал, посмотрел, вышел опять. И тогда уже начинает прям нервничать. И, господи помилуй, господи помилуй. Видите, а что это, нормально что ли? Ну третий раз заезжаешь. Тогда стойте, до березы не доезжайте. Прямо становимся около дороги. Сережа, ты помнишь этот момент? Ну и, Игнативный, что ли мы бесноватым назовем Витю Санченко? Я тебя не называю, я говорю, не нарвусь. Вы любите бесноватость везде эту искать? Прям приятно. Я сейчас не говорю ничего. Ну что вам эта бесноватость? Я дошелся. Игнативный, можно ли? Беды-то никакой. Тело будет. Тело будет. Как разумно, что такое? Игорь, подожди, я не вырядущик. Я вожусь спать. Что он сказал? Отойдет меня с отодвига. Игорь. Что он сказал, во-первых, Петр Христу? Ну при чем и Христос, и до березы доехать, и не доехать. Игорь. Считай, да воскресен Бог. И в это время я начинаю засыпать или позевнул. Для меня это сигнал. Я, наверное, бесноват. Я никогда этим словом не трясся, а я боялся его. Вот так вот трясись, это как раз и признак беснования. Я сразу останавливаюсь, сажусь. Снова. Господи, это явный признак беснования во мне. Такую молитву читаю, демон не дает. Я тогда стряхиваю все на голый пол. Я борюсь с сатаной, это борьба. Я в себе это вижу в первую очередь. В себе. И при том, это у меня были, может, сотни раз, я признавался бесноватым. Я никогда не трясся от этого слова. Если я признал, то у меня есть теперь правильное направление. Начинаю бороться с сатаной, встал в нужную позу, как это, говорит, как обхватило крестообразно. И он, говорит, сделался бессильный. Я его на молитве душую, и все. И он отходит. Тогда я раз считаю, два, три, до воскресняй Бог с таким жаром все отступило. Это борьба духовная, и не надо этого бояться. А вы можете сказать, что у вас это беснование к вам подступало, когда вы там с братьями в войну эту затеяли, за эти свет, за дальние и ближние. Да, никак. Я не говорю, я подбегу, только молитесь, да воскреснет Бог. Только братья могут быть беснователем. Это подозрение, я не говорю, не беснование, а я говорю, нет, я говорю, подозрение. Ну так и говорите, я подозреваю вас, и так далее. Настолько я внимательный. Чтобы не попасть в просаг. Игнатий Ильич, в правилах записано, как только вы увидели, там машина идет впереди, в темноте, вы должны на определенном расстоянии, это сам водитель решит. Он не решает. Как это не решает? Он не решает, за два километра выключает, когда его даже не видно. Нет, ну подожди, два километра вы же не знаете, два или сколько у вас, что-то. Я не говорю, у нас скорость какая-то идет на встречу-то. Но вы же не можете сказать, что точно два километра, или можете? Ну три, не меньше двух-трех. И вот точка только видать, и он спускается, его не видно. Проходит какое-то время, он появляется кверху. Еще новый, а у нас уже выключен, все нормально? Конечно нормально, потому что мы же не знаем, что впереди темнота же. Кто знает, что там холм? И вот у него вообще ничего нет. Он скрылся, его не видно за холмом даже. Да, но он же поднялся потом. Да не поднялся, он исчез, свернул моего даже нефтября. Значит тут уже можно включить, все. Можно сказать, что? Я тебе скажу, после этого даже не выключаю. Нет, это другой же разговор. Да не надо посчитать. Это не опыт. Я сказал так, если встречная машина пошла. Это никак не беснование даже. Я не могу даже подозрения на беснование сказать. Ну, надо называть беснование, геройство. Ну. Что геройство? В чем геройство? Геройство похоро, хоро, вот в чем, а я не... Вот, вот, вот это в вашем сердце, это не у него это. Это вы, вы не умеете водить. И теперь вы завидуете, что он сидит за рулем, не умеет водить. Поднимается, у меня запор, завидую я, как они водят. Ну так вы только что это сказали. Он похорохорится, как похорохорится. Так. Ты за рулем сидишь, какое тут хорохоринство. Так, а почему не включает дальний свет? Почему, когда прибрежет, ничего не видать? И он доказал, влетел в яму, машина едва не развалилась. Что тебе еще доказал? А, а он, так только один раз был? Да один раз, это один и смерть. Что один и смерть? На скорости сто с лишним километров, в темноте, влететь в колдобойную машину. Он вылетел в колдобойную, он откуда знал, что там колдобина? Да знал бы, что дальний свет был. Ты чего играешь со мной? Да он, может быть, и не знал бы его. Просто никто не проверит сейчас. Да при дальнем свете все высветилось. Ну не совсем все высвечивается, на то пошло. Ну ничего. Хватит, это и ладно. Как будто играешь. Как будто на кого-то подыгрываешь. Чего вы, как это подыгрываешь у вас все? Чего у вас все подыгрываешь, да подыгрываешь. То бесноватые, то подозрения, то подыгрываешь. Я с вами разговариваю. Какие бывают случаи? Вы мне свой сказали, а я вам говорю, что по-другому бывает. Теперь, машина... Чего такого-то? Я не пойму. Нет, машина она, что проехала. Как она проехала? Чего вы меня за врага какого-то держите? Я не пойму. Нет, ты друг лучше, скажи, пожалуйста. Вот другое разбил. Вот машина, машина встречается, вот мы едем. Там машина нас прошла. Теперь нам когда дали включать? Через сколько километров? Да почему без километра? Включайте уже все. Не включает. Ну почему не включает? Нет, почему ты перед обвязься, почему не включает? Нет, ну не всегда включает. Ну когда включает? А кто это? Кто из них? Ну не Вадим же это. Вадим. Это Вадим он. Теперь смотри. Вот идет встречная машина. Минуточку, пожалуйста. Вот свет идет. Ну все, только разъехались, включай. Теперь едут вон там. Я говорю, я сижу, молчу. Теперь я говорю, Игорь, а почему вы сейчас не включаете дальний свет? Молчит. Я спрашиваю, ты меня слышишь? Ну это может уперся. А почему? А ты что не... Почему ты на ту сторону-то склоняешься? Ну включи, пожалуйста, дальний, ничего не видать. Я тогда говорю, ребята, вот такое правило. Как только машина там прошла на полкорпуса, включай дальний. Ты его уже не видишь. Ну это нормально. Но ни разу не сделала. За всю дорогу ни разу. Ну неужели не сделал? Игорь, я перед тобой стою. Зачем тебе еще надо? Ни разу не послушались. И теперь проехали машину, дорога пустая. И он не включает дальний. А ничего не видать. Не, ну это... Не, ну если дорога пустая, включай дальний и едет тебе с собой. Это смертник. Это сатана накатил и терзал. Это дьявол. Прямо неприкрыто дьявол лезет. Маленький пример. Смотри. Если тебя не было в прошлый раз, когда я объяснял. Мы едем. За рулем сидит Игорь. Вот Игорь перемещается на другое место. Игорь встал размяться маленько. Надо полок там, то другое. Ладно. Игорь сделает правильно. Вадим за руль садится. Я говорю, Вадим, ты видел Игорь Махау? И вот там шофер тоже вокруг машины бегал. Сон разогнает. Пробеги вокруг. Три раза. Ноль внимания. Заводь машину. Я сказал, пробежи вокруг машины. Никаких. Да, смотри машину. Стой. Теперь я побежал. Я же сказал. Теперь я выскошил. И три раза вокруг машины оббежал. Оббежал, а Вадим даже не смешно. Он не разговаривает. Это истухан. Теперь поехали. Я говорю, Вадим, а почему ты не побежал вокруг? Ноль внимания. Как будто нет. Он не отвечает, ничего. Тебя не хватало рядом. Я говорю, а ты слышал про Неймана? Считал такое? Ноль внимания. Я тогда еще раз рассказывал. Нейману семь раз было сказано опутнуться. И он стал здоровым. Ты не хотел? А он молчит. Это не означает, что так. У него накапливается давление. Наконец-то разрывается. Его нельзя остановить. Что вы меня за дурака считаете? Что я буду бегать? Что я маню? Я там беснование. Бойное беснование. Это совсем другое. Я говорю о свете. Но мне надо проявлять еще другое. Я говорю о свете. Все, это понятно. Что тут? И он никак не идет. Надо было даже вменить, делать физические упражнения. Не менить. Не надо. Еще иголки с собой взять, чтобы на иголках сидеть. Они не делают этого. Я сижу рядом, чтобы он не уснул. И пытаюсь говорить. Он даже не смотрит. Я разговариваю. Самое интересное, рассказы говорю. Он не реагирует и даже не смотрит. Что вы не заснули, мне дарят ореховые, кедровые орешки. Это шелушеные, там другая. Я им даю, чтобы выживали. Ну, благодарят. Помоги. Всем давал. Вадим, он хоть и жует, и жует, и жует 24 часа. Вадим, ну ты остановись, смотри. Я тебе даю. Ну хоть слово какое-то скажи. Нравится, не нравится. Ноль внимания. Как будто меня нет рядом. С таким презрением я должен был все это вынести. Вадим, у тебя сейчас шанс стать другим. Направить отношения в семье. И что? Вдруг он взрывается опять. Какой взрыв? И прям не может остановиться. Вадим остановись. У него слова за слово зацепляются. Ну явно что это... Не, ну Вадим, он с нами очень долго не был. И что там говорить про Вадима? Давно он с нами, Вадим. Я про Игоря Трестякова. Я должен был это все перенести. Это мой крест. Я целую этот крест. Но на поводу пойти у людей, которые вредят своей душей, я не имею права. У меня главный козырь. Мы приехали живые, машина целая. Выполнили все программы в три раза больше, чем намещали. Я думаю, что правила надо будет установиться сами собой. Просто если долго будем ездить. Но выезжай... Они сами собой установятся. Выезжай, я всех предупредил. Полное подчинение. Иначе у нас ничего не будет. А полное подчинение в рамках какого-то закона. Бог-то тоже закон как бы подавал. Шаперские правила ваши все исполняйте. Это другой разговор. Это я обговорил. Все остальное полно сказал. Остановиться, отдачить надо. А еще можем ехать. Игорь выносит. А давайте круглосуточно. Я говорю, не пойдет. Четыре часа полного покоя всем. То есть оно абсурдно. Он не думает, что завтра будет. Останавливаемся, выбираем место. Отдыхаем. Четыре часа все спит. Моя была идея взять с собой вошью и собаку. У нас никто не потревожил. А кто был, пытался. Да, они на спешку. Ну, собака это самое лучшее. Далеко от дороги отъезжать не надо. Это все правила. Так что хотели-то? Я хотел сказать, знаете что, Игнатий, в тему сядьте. Сядьте. А то вы сейчас закипите опять. Я скажу, что это не по вам будет. Не на того нажать. Да, я давай садю. Вот. Вот, смотрите, водитель, вот, я имею некий опыт вождения за рулем, да? Большой. Ну, нет, он небольшой, но кровью я его не писал. Очень большой. Да, очень хорошо. Кровью я не писал, слава богу. Вот. Что происходит? Очень часто, сплошь и рядом, в любой машине, то есть, особенно когда едут два или три человека, а хуже, если четыре. Вообще караул. То есть, крайнее неуважение к водителю. Крайнее. В чем оно проявляется? Я писал в памятке Игнатий Тихоновичу, что водитель является неприкосновенной личностью, и один человек всегда должен контролировать его самочувствие. Как он себя ведет, там, спит, не спит, дремлет, не дремлет и прочее. Вот. Почему само по себе вождение автомобиля, это экстремальные условия? У человека повышенное содержание адреналина в крови. То есть, а если еще тем более скорость, чем выше скорость, тем больше адреналина. А адреналина, это тоже алкоголь. Стречные автомобили. И все. Вот. Что происходит у нас? Едем мы со своей единоверной, ну, по городу, киоск коммерческий, надо купить хлебушка. Я еду весь запахнутый, пристегнутый, вот сейчас, вот сейчас едем из церкви, да, к примеру. Нам надо купить хлебяшки хлеба. Мы едем полчаса туда. Остановились. Ну, что, хлеб будешь покупать? Коль, сходи, а то я пристегнутый, у меня вот тут сумка лежит. Я ее привез живую, мать мою. Ну, она меня же еще. Ей, как бы, морды мне в харю. Понимаете? Иди. Я расстегиваюсь, пошел, ну да, смиряю себя. А бывало такое, начинает советы раздавать, тухлые причем. Как водитель, она никакой вообще. Она сразу останавливает, это, вот надо вот так, вот так. Остановился, глушу машину, по тормозам чуть через стекло не вылетай. Садись, езжай. Села, все сидит. Еще неверующий была. Уже обручал в то время. Так вот, чтобы не было такого, водитель должен, обязанности должны быть распределены. Ну, почему водитель должен идти, бегать, что-то дорогу рассматривать. Так, Витя, ну-ка останови. Витя остановился, сел и пошел сам. А не надо Витю, Мишу, Кришу. Они ленивые. Мы все ленивые. Потому что, а раз у вас такая энергия, ну встал и пошел так. Видишь, что, кочка, яма. Нет, сюда не поедет. Давай сюда. Витя, поехали туда. Нет. Витя, иди беги. Он с адреналином, его уже самого трясет. И как Вадим, он будет 26 часов, он будет жевать. Потому что у него уже адреналин зашкалил. У меня тоже такое бывает. Как расстроишься, тюньки, ехать вообще невозможно. Охота тапку вдавить в пол и лететь, пока спидометр стрелки не ляжет. Понимаете? Это очень опасно. И вы их должны на руках были носить, как ангела своих. Они вас живут. Да? А что вы смеетесь? Вот сейчас с Игорем поедете. И вот это нести на руках, чтобы он не дайку где-то в столб или что-то. А как, приехал домой, еще вышел из дома и сидит. Моя старушка. Выходи, приехали, да? Ух ты, а я забыла уже. Она даже сознательно стеряет чайку, понимаете? И чувства благодарности вообще нету. Это у пассажера. А самое страшное, когда двое едут, вот очень часто, я батюшке прощаю. Только сел, ленту проехали, раз и все. В Павловске. Останови, не милая. Мы тут водичку покупаем. Остановился, попил брык опять и все. Ну я что, покойников вожу, что ли? Неужели ему своя жизнь, как бы, ну, не нужна? Он же едет, ну. Ну, я в пассажере называю пеньком. Ехать за пенька ничего не делать. И крайнее неуважение водителю, он так вот сидят. Ну, батюшке я прощаю, но другим нет. Могу тормозить Попов. Вот этот Барт, который был. Помните в Потеряевке? Я его повез сюда, в Барнаул. Он мне как, давай про этого Ермака чесать. Все. Мне только до ребрихи хватило, у меня уже голова распухла. Как я дал в гашетку туда 130, уже по 140 идем. Смотрю, замолчал. Ну и слава богу, доехал. Он говорит, я люблю быструю езжу, но никакую. Но мне его успокоить надо, так и вам, вы понимаете? Не дай бог такое случится. Так я тебе, короче, короче, скорость я наоборот, как бы я ставлю, была. Ну, вот я о чем и говорю. Не, 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 больше 85, чтобы не было. Да, они не слушаются. Это мелочи уже, ребят, Тихоныч. Теперь, а батюшка, после еды, ложился всегда отдыхать. Я ему сказал, тебя постигнет сонная холера. И поэтому ни из неуважения к тебе, он не может. Даже его сейчас режь, козли, он так и будет спать. Так это и вас возьмите то же самое будет. И с вами то же самое будет. Не будет. Тетя, сел на заднее сиденье, все, смотрю уже. Ну все, поехали за мукой, а он спит. А куда ехать, я не знаю. Я говорю, когда мы ехали туда, здесь в городе, то ты уже там знаешь. Я сижу с ними и стараюсь даже виду, совсем виду, вижу уже, изнемогаю. Тебе как, не помешает, что я сейчас, если буду дремать? Да нет, нет, нет. Тебе самому не охота спать? Нет, тогда я начинаю. Я сначала спрашиваю. А что его спрашивать? Я помню, что ты... А когда он снет, потом спросишь. Свои слова я всегда имел в виду. А то сегодня... Вам какая разница, сидели бы сзади, но не мешали. Если что себе, ты меня везешь, я вас слышу на том свете. Вот это совет дают. Я могу сказать, что мне все равно, если ты где-то едешь, а я дома был. И тогда мне все равно. Все эти слова так далеки от духовного совершенства. Вот она тебе сказала, куда ехать. А вот смотри теперь. Твоя возлюбенная, она слышит хорошо. И могла бы пойти. А вот мы теперь останавливаемся. Я говорю, ребята, мы едем не туда. Останавливайтесь, он милиция, полиция. Останавливайтесь. Ни один не идет. Я должен идти, спрашивать и не слышать, что они отвечают. И ни один не вылазит из кабины, сидят. Но вы сами выбирали спутники себе. Отец за раком. Я не выбирал. У меня никого не было. Выбора не было. Вадим не поехал, вообще никого не было. Ну, значит, гнобить надо уже. Никого не было. И однако я иду к полиции, заявляю, что я плохо слышу. А они вышли, два парня с автоматами. А я рассказываю, как, спрашиваю, как проехать птички. Там лагерь строгорежимный. Представляете? Бородатый, в лагерь строгорежимный. Понимали они что-то думают? Я должен им теперь показать документы, рассказать все. И они поехали, покажут где надо. Ни разу полиция не послала нас ложным следом. Ни разу. И они как уверяют в полиции. Вон ваша полиция, ваша, моя. Я говорю, а они нам добро... Все, адреналин, адреналин. А слово адреналин не поминай. Никогда его нет в Священном Писании. Человек владеет собой. Это они выдумали. В медицине есть. Я тебе скажу. Когда мы наступаем, и, допустим, раздражает кто-то. Ну, а я отвечал спокойно. Она говорит, а вы специально пришли, чтобы раздражить вас. Вас можно из себя вывести? Нет. Я говорю, как? Да мы заговорились, как будто не знаем друг друга, а потом соединимся на середине разговора. И вдвоем на вас начнем. Ну, а как же Господь возмутился? Я перекрестился, отошел. Потому что здесь я никого не спасаю. Я вам говорю, что есть, а вы не принимайте. Но если это касается спасения души, тут я могу рассказать уже в другом тоне. Вот и все. Прежде чем пойти на эту беседу, у меня в два раза, три раза больше времени прошло в другом месте. Аминь. Давайте это. Ну, все. Как считаете, полезно было это встреча? Давайте поможем. С кем? Сигнать им в лапки? Да, это так. Полезно. Всегда полезно. Боже милости, будь мне грешен. Создавь ими, Господи, помилуй меня. Бесчислави, если грешил Господи, прости меня, грешен, помилуй и благослови. Благодарю Тебя за научение, которым Ты вращуешь наши души. Хвала Тебе. Благодарю за эти поездки, Господи, что Ты дал нужных людей. И мы в сохранности были возвращены Тобою. Благодарю Тебя за ангела-хранителя, сопутствующего нам. За расположение совершенно незнакомых людей. Хвала Тебе. Посеянное нами сам сохрани. Буйство непокорилось священников. Украти. Господи, помоги во всем необходимом, предполагаемом нами путешествии. И помоги издать книги, если угодно, волей Твоей, Святой. Я так беден и нищ. Поспеши на помощь, богатый всякими щедротами. Тебе, Иисусе, молитва наша. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, бавара. Спасибо, Христос, бавара. Все, можно закрыть. Слава Богу.